Здравствуйте! Сегодня 21 июня и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру На торгах в пятницу евро позиционировался вблизи трехнедельных максимумов, поскольку позитивный настрой рынка, вызванный успешными аукционами по долговым обязательствам Испании, поддержал единую валюту. Дополнительную поддержку евро получил после обещания Евросоюза опубликовать результаты стресс-тестов для банков и таким образом внести в банковскую деятельность большую прозрачность. Сообщение об этом окончательно развеяло опасения инвесторов в том, что долговой кризис серьезно повредит финансовой системе региона. На этом фоне участники торговли позволили себе отвлечься от рынка и переключиться на предстоящие выходные и чемпионат мира по футболу. Торги проходили почти при полном отсутствии ведущих игроков в условиях тонкого рынка. Диапазон торговли единой валюты составлял в пятницу всего лишь 60 пунктов. В понедельник ожидаем краткосрочный подъем пары евро-доллар в попытке протестировать на пробой ценовой уровень 1.2452, который пара не сумела пройти 28 мая. Если эта попытка вновь не удастся, евро возобновит снижение к ценовым уровням 1.2336, 1.2241 и 1.2168. В ходе европейской сессии пятницы были опубликованы данные по дефициту госбюджета и объему заимствований в Великобритании, оказавшиеся выше средних прогнозов аналитиков. Это придало дополнительный импульс восстановлению британской валюты, которая смогла подняться в паре с долларом до уровня 1.4885. Последовавший затем откат лишь привлек новых покупателей, в результате пара вновь приблизилась к максимуму дня. На торгах в понедельник ожидаем новую попытку пары пробиться выше максимального уровня пятницы в направлении к 1.5025. Но если пробой не состоится, пара развернется на снижение к ценовому уровню 1.4738 и ниже. В понедельник отсутствуют значимые экономические новости. Можно выделить, пожалуй, лишь индекс деловой активности во всех секторах экономики, публикуемый в Японии, который, по всей вероятности, покажет рост активности в стране. Кроме того, в Брюсселе перед Комитетом по экономическим и монетарным вопросам выступит глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.